Этот горнолыжный склон накануне вечером оборвал жизни двух молодых людей. Для спуска вниз юноши выбрали абсолютно неприспособленное для этого транспортное средство. Обычный спортивный мат, который на бешеной скорости врезался в обледеневшую гору. Мне позвонил сторож, сказал, что у нас ЧП. Я сразу же вызвал скорую и выехал сюда. Когда приехал сюда, здесь была скорая. Один пострадавший сидел на лавочке, а двое лежало. ЧП повергло в ужасы сотрудников базы отдыха, исследователей и врачей. Казалось бы, не осознавать уровень риска и трагичность последствий было просто невозможно. Вероятно, притупила ориентацию кромешная тьма. Все случилось в девятом часу вечера. Подробно восстановить цепочку событий еще предстоит следователям. Примерно же картина выглядела так. Трое парней, их возраст 18, 19 и 20 лет, двое из них абаканцы, сорвали с двух опор горнолыжных подъемников в противоударную защиту, поднялись на вершину склона и рванули вниз по трассе длиной почти полкилометра. У нас парк отдыха не работает по понедельникам, и вообще у нас заканчивается сезон. Мы не работали, все было выключено, как они сюда попали сверху, но точно не через центральный вход, потому что у нас собаки, которые на территорию, плюс сторож обходит территорию. Напоминания о трагическом катании, оборванные ограждения сеткой, капли крови на снегу, еще не ликвидированы. Здесь предстоит работать следственному комитету. И самое главное в следственном процессе – это допрос одного, не исключено даже единственного из очевидцев, а может быть, к тому же и участника заезда, выжившего 20-летнего молодого человека. Серьезными переломами он находится в травматологическом отделении Абаканской больницы. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, в результате которых будет установлена причина смерти молодых людей, а также находились ли они в состоянии алкогольного опьянения в момент спуска с горы. Наталья Гармашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.